А-а-а, мы вышли на улицу, если вы не заметили. Да, 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 и это ракетка. А ракетка какого вида спорта? Бадминтон. Какая она легкая, просто невероятно. В общем, мы сегодня пообщаемся с кандидатом, мастера спорта по бадминтону, еще Советского Союза. Да, Сергей Скрипченко у нас здесь. Ну, мы подумали, игровая пятница, почему бы не поиграть. Доброе утро. Вопрос интересный, все-таки это прямо спорт или это больше увлечение? Ну, это одновременный спорт, как бы, увлечение. Ну, больше все-таки это спорт. А кто-то вам скажет, ну, что это такое? Это же мы на лужаечке, так как миленько и так далее. Это сложно, вот, физически, такой спорт? Ну, он играется в закрытых помещениях, на улице будет играть сложно. Малейший ветер, будет валанчик сдувать. Ну, вы же знаете, кому вы пришли. Мы не ищем легких путей. Мы будем сегодня играть, не пропустить, через пару мгновений. То есть, Валера, ты будешь набивать что-то, да? Да, да, да. Скажите, с первого раза, вот, возможно, вот, что-то набить такое, что впечатлило людей? Или это тренироваться? Ну, думаю, да, возможно. А, да? Прокомментируйте, пожалуйста, какой инвентарь у нас? Да, вот, самое интересное, ракетка, как Сергей сказал, она 80 граммов, да? Вес 85? 85, давай. А, извините, пожалуйста, 85 граммов. Но во время игры, Сергей сказал, она нереально тяжелая. То есть, настолько вот эти движения, они очень сложны. Это правда же? Ну, да. Так, скажите, как выбрать, может быть, что-то, ну, какие-то другие нам нужны? Как выбирают? Нет, это графит, ну, то есть, ракетка графитовая, она очень, ну, крепкая ракетка. Удары выдерживаются, нагрузки очень сильные выдерживает она. А они разные бывают? Как их выбирают вообще? По росту, по размеру руки, длине руки? По лицу, как у меня. От атакующего стиля, там, или защитную, какой ты выбираешь, от этого зависит, там, баланс в голову идет, нейтральный баланс, баланс в ручку есть. Поэтому и вес разный у ракеток, тут, как бы, это нюанс. А, существует рекорд скорости валанчика. Пожалуйста, Сергей, озвучьте рекорд, который предложит японцу, да, вы сказали? Сколько скорости валанчика? 493 километра в час. 493 километра, вот этот валанчик летит. То есть, если я стою и жду подачи от Сергея, я говорю, ой, а он, что, был удар, что ли, и он пролетел? Сергей, может, покажете нам что-нибудь, как это все делается? И про валанчики расскажите, чуть-чуть быстренько, вот смотрите, разные валанчики, да, они отличаются. Это же тоже профессиональные, да? Нет, профессиональные, только вот этот валан, это просто любительский валанчик. А, ну тогда, да. Что ж такое? Будем играть. Покажите, пожалуйста, да. Держи. Итак, я мастер спорта в районе Железнодорожном с вами был. Ну, то есть, итак. Не слушайте его, он где только мастера спорта не был. Покажу, покажу. Валера побеждает, вы видели? Ну да, тут правда, ветер сдувает очень сильно. И Валера куда попало подает, я буду комментировать. Итак, Сергей подает, Валера даже не заметил. Валера, подача Валеры, береги вертикальную прическу. Сергей, скажите, он нормально все делает или что попало? Ну, для любителя это хорошо. Я же на районе был первым. Да, 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 он на районе, говорит, был первым. Ап, 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 вот первого как-то немножечко. Там какая-то может быть техника? Подскажите ему, пожалуйста, Сергей, может что-то ему делать, чтобы он хоть что-то нормальное тут изображал? Ну, это просто ветер не дает. А, ветер, да, небольшой? Так бы, да, он, наверное, я думаю, попал. Уважаемые зрители, в Красноярский ветер. О, да, у них помесло. Ой, Валера, ну ты что, как вообще твои ощущения, скажи? Сразу в детство впал. Сергей, какие-то, может быть, я не знаю, есть пара советов, как это делать, чтобы классно играть? Ну, прийти в зал, там тренер поможет, научит, покажет все. А это бывает... Как держать валан, как держать ракетку, как ударить. А это бывает соло вообще? То есть можешь сам набивать и какой-то там рекорд установить, как Валера вот сейчас делает? Ну да, можно и самому. Да. Это можно и дома набивать. Валанчик. Как его пустили в бадминтон. Сергей, большое спасибо, что как-то нашли для нас время. Мы с вами еще хотели бы здесь позаниматься, но просто эфирное время очень ограничено. Сергей Скрипченко, кандидат в мастера спорта по бадминтону, на минуточку, с утра вот так вот пришел к нам и как-то вот разнообразил наше утро. Возможно... Знаете, я подумала, теперь, возможно, наше утро будет не таким. Возможно, он теперь будет с ракетками приходить. И еще интереснее у нас будет. Давай, Димка, давай, Димка. Да-да-да. Меня научили, тебя научу. Давай, что-то кричит он там. Он хочет оператора научить. А вы замечаете, что оператор у нас играет? Спасибо.